Таблица значений и график функции В некоторых случаях правила, по которому для каждого допустимого значения аргумента находят соответствующее значение функции, можно задать, указав непосредственно все пары значений аргумента и функции. Рассмотрите таблицу стоимости r рублей проезда в пригородном электропоезде в направлении Москва-Вязьма в 2003 году в зависимости от номера n зоны. С помощью этой таблицы для каждого значения переменной n можно указать единственное значение переменной r, стоящее в том же столбце. Например, при n равном 2 имеем r равно 7. Таким образом, эта таблица задает функцию r равно f от n. Еще один пример. Таблица квадратов двузначных натуральных чисел задает функцию y равен x в квадрате, множество допустимых значений аргумента которой двузначные числа. С помощью этой таблицы легко найти квадрат любого двузначного числа. Найдем, например, квадрат числа 37. В левом столбце десятки находим цифру 3. В верхней строке единицы находим цифру 7. На пересечении строки 3 и столбца 7 читаем 1369. Значит, 37 в квадрате равно 1369. Такие таблицы, как таблицы квадратов, в которых значения функции находят на пересечении строки и столбца, называют таблицами с двумя входами. Обозначим время суток буквой x, а температуру воздуха в градусах – буквой y. Множество допустимых значений аргумента функции y равно f от x бесконечно. Все неотрицательные числа, не превосходящие 24. Очевидно, что непосредственно указать все пары соответствующих значений аргумента и функции невозможно. В таких случаях иногда составляют таблицу значений функции, соответствующих лишь некоторым из допустимых значений аргумента. Если брать значения x и y за абсциссу и ординату точки, то каждой паре значений аргумента и функции будет соответствовать единственная точка координатной плоскости. Если бы таблица была составлена шагом, равным единице, мы получили бы больше точек координатной плоскости. Вообще, с уменьшением шага таблицы получим на координатной плоскости все больше и больше точек, абсциссы каждая из которых является значением аргумента, а ордината — соответствующим ему значением функции. Можно заметить, что точки все гуще располагаются на некоторой плавной линии. Эту линию называют графиком температуры. Каждая ее точка имеет абсциссу, равную допустимому значению аргумента, и ординату, равную соответствующему значению функции. Заметим, что примерный график температуры можно было бы получить, соединив плавной линией точки, изображенные, например, на прошлом слайде. На практике для построения графика функции обычно составляют таблицу значений функции с большим или меньшим шагом в зависимости от требуемой точности. Отмечают на координатной плоскости соответствующие точки и соединяют их плавной линией. График функции дает наглядное представление о характере изменения значений функции. Так, по графику температуры можно определить, когда температура повышалась, понижалась, была отрицательной, положительной, равной нулю и тому подобное. На слайде видно, что от нуля часов до двух часов и от 16 часов до 24 часов температура понижалась. В 12 часов температура воздуха была равна 6 градусов Цельсия. Нулевая температура была примерно в 7 часов и в 22 часа. Выше нуля температура была примерно от 7 часов до 22 часов.